Такого никто не ожидал, весь зал закричал, когда увидели Кратоса на большом экране на Game Awards. Да, ребята, DLC будет! Это первый случай в истории God of War, когда в игру добавят именно сюжетную DLC и при этом бесплатные. Но мы слегка чуточку ошиблись, ожидая в DLC игру за Атрея или за жену Кратоса Фэй. Короче, DLC называется Вальгала, впрочем, куда и отправился Кратос с Мимиром, чтобы тем самым пройти тяжелые испытания. Смотря трейлер, вначале нам показывают необычный трон, который поначалу ассоциирует Кратоса с прошлым, так как практически на такой же трон садился сам бог войны. В Вальгалу Кратос попадает с Мимиром ради какой-то цели, и скорее это ради того, чтобы Кратос признал себя и свое прошлое, так как в этом DLC он повстречает врагов из Греции. Вот даже того же Циклопа, который, кстати, мне напоминает Циклопа из Гаду Вора Сэншен. Плюс у меня еще убедили звуки и музыка из греческих частей Гадов Вора. И сам постер DLC, который в точности копирует постеры из второго года Вора. На том постере молодой Кратос стоял с клинками Афины, смотря на дворец Мойр. Ну а на постере Вальгалы Кратос в такой же позе, но теперь с клинками Хаоса смотрит на врата Вальгалу, что намекает нам на большое и тяжелое испытание. Кстати, что во дворце Мойр, что и в Вальгале были Циклопы. Правда, во второй части еще были наездники этих Циклопов, надеюсь, они тоже будут. Тем не менее, нам даже намекнули, что мы будем проигрывать, что является частью процесса в данном испытании. Это напрямую сказал Мимир Кратосов после того, как бывший бог войны проиграл битву. Локации в Вальгале будут повторять локации из всех девяти миров, но они будут немного разрушены, чтобы это подходило Вальгале. Сюжет данного дополнения будет не такой прям масштабный, судя по тому, что DLC будет бесплатное. Скорее всего, нам дадут столкнуться с мертвыми богами из Греции и Скандинавии. Но и расскажет последнее в сюжетной арке Рагнарёка, что не было сказано в основном сюжете. И тем самым закончит историю Кратосов во вселенной. А может, это будет повод для перерождения призрака Спарты, только уже лучше и сильнее. Надеюсь, я смог донести до вас данную информацию. Об этом DLC на самом деле не стоит прям с лупой сидеть и разглядывать какие-то руны в надежде увидеть в них сюжет. Я считаю, что это эпилох Рагнарёка, и тут должны дать ответы на все наши вопросы. Но если вы хотите знать больше, лучше пройдите старые части серии. Единственное, что могу сказать, что руны на тех же сундуках хранят в себе предметы или улучшения для определенных характеристик для Кратоса. Вот, например, силы и рун. Надеюсь, вы тоже что-нибудь заметили в данном трейлере. Пока мне все нравится, хотя я был против DLC Крагнарёку. Но я очень рад, что оно бесплатное, и скоро мы сможем поиграть в данное дополнение. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был ваш покорный слога Голд Тандер, да пребудет с вами Кратос.